Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарбер. Около 2400 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 18 человек. Минск чрезвычайный. К счастью, без пострадавших обошлось на минувшей неделе на пожарах в квартирах по улице Гомарника, где предположительно очагом возгорания стала кухня, а причиной короткое замыкание электропроводки стиральной машины. И на проспекте Пушкина, где по этой же причине загорелся холодильник. Чтобы избежать подобных ЧАЭС, эксплуатируйте электроприборы в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Помогали спасатели на минувшей неделе извлекать застрявшую лапу Джекрасова терьера из сливной решетки в ванне, а также голову котенка из трубы ливневой канализации в подвале общежития. Минск чрезвычайный. Не обошлось и без загорания автомобилей. В результате короткого замыкания на улице Червякова горел «Опель Астра». Оперативно прибывшие огнеборцы потушили его, но огонь успел повредить моторный отсек и лакокрасочное покрытие машины. Помните, что значительно снизить риск возникновения подобных происшествий поможет своевременная диагностика состояния вашего автомобиля. К сожалению, беспечность граждан приводит не только к загораниям авто, но и к пожарам в жилом фонде. На улице Есенина горела квартира в многоэтажке на первом этаже. Из горящей комнаты работники МЧС спасли хозяйку, а из соседней сгорящей – ее знакомого. Женщину с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали. Ее гость не пострадал. Вероятнее всего пожар произошел из-за того, что хозяйка закурила в постели. Помните, неосторожность при курении – это основная причина пожаров и гибели людей от них. На минувшей неделе в результате личной неосторожности получила ожоги 20% тела хозяйка квартиры на улице Голодеда. При розжиге газовой плиты на ней загорелась одежда. Будьте внимательны и аккуратны при использовании открытого огня. Не пренебрегайте правилами собственной безопасности. Минск чрезвычайный. В начале недели в республике стартовала профилактическая акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Минские школьники и активисты этой организации посетят домовладение инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Они не только расскажут о безопасности, но и окажут всевозможную шефскую помощь. В рамках акции пройдут и широкомасштабные мероприятия на открытых площадках города и в местах массового пребывания людей. Приглашаем и вас не оставаться безучастными к этому делу. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.